Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирные. Итак, у нас с вами второй прогноз. Карта дня на 9 апреля 2024 года. Давайте с вами посмотрим, какой это для нас день, что он нам принесет. Итак, 9 апреля 2024 года. Так, общая карта дня. Кто с жезлом? Ну, отлично. Какое-то начинание, какой-то шанс, возможность. Но это тот шанс и та возможность, которыми мы воспользуемся. То есть здесь будет уже какое-то конкретное действие, не просто разговоры, а реализация задуманного. То есть мы начинаем что-то делать, мы начинаем какой-то процесс. Шаг за шагом мы будем продвигаться вперед. Желание. Желание чего-то достичь, желание доказать, желание воспользоваться чем-то. Что в позитиве? Удовольствие. Удовольствие, любовь, благополучие, рок изобилия. Когда всего хватает, скажем так, и даже есть с лихвой. Хорошее отношение, встречи, компании. Что в негативе? А в негативе может быть, знаете, то, что человек, скорее всего, что ожидает больше получить, чем он в итоге имеет. То есть тут может быть то, что желаемое не совсем совпадет с неизбежным. Это раз. Во-вторых, то есть в негативе может быть то, что человек зацикливается на каких-то проблемах, на каких-то переживаниях, тревогах. Да, вот слишком эмоционально на что-то реагирует. Хотя на самом деле, да, здесь есть чему радоваться, есть к чему стремиться, но взгляд человека устремлен вот в сторону вот этих опрокинутых кубков. То есть на самом деле не надо зацикливаться на каких-то проблемах. То есть вот как-то так. На что следует обратить внимание? На ту трансформацию, перемену, которая в вашу жизнь идет. Да, то есть эта трансформация несет какое-то новое начинание, новые возможности. Что в личных отношениях? В личных отношениях, в принципе, все хорошо. Совместный какой-то труд. Вы будете трудиться над чем-то. К чему-то будете готовиться. Работать будете над чем-то. Помогать. Помощь. Да, здесь может быть помощь. Здесь может быть обучение. Кто-то кого-то учит. Или кто-то проверяет чью-то работу, допустим. То есть вот как-то так. Но здесь действие будет такое, совместное. Что на работе? Продвижение вперед, поездки, дороги. Успех. Какой-то день для поиска работы? Никакой. Если запланирована встреча, встреча пройдет очень быстро. И знаете, как будто даже вот тот человек, с которым вы будете встречаться, ему некогда будет даже вас выслушать. Но результат этой встречи будет. То есть, несмотря на то, что здесь какая-то будет спешка, результат все равно последует. Какой-то деньгопокупок. Хороший покупайте. Можно ли давать деньги в долг? Нет. Можно ли брать в долг? Да. Можно ли брать в кредит? Нет. Общий совет карт. Так, хорошо. Если вы в чем-то сомневаетесь, вам есть кому обратиться за помощью и за советом. То есть, прислушайтесь. Прислушайтесь к тому, что в этот день вам будут говорить. Если вы чувствуете, что вам нужно обратиться к кому-то, обращайтесь. Кто-то вам посодействует в каких-то делах, в каких-то начинаниях. Поэтому, в принципе, это содействие, оно идет вам во благо. Так что, если есть такая потребность, если есть желание обратиться, то действуйте. Хорошо. И послание. Послание ангелов. Отдавайте и получайте. Ваше дыхание так же, как и вся вселенная. Подчинено принципу цикличности. Только выдыхая, отдавая. Или только вдыхая, получая. Вы выпадаете из ритма вселенной. Для достижения оптимального здоровья. И энергетического баланса. Необходимо. Каждый вдох. Компенсировать. Выдохом. Вот так. Хорошо. Смотрим далее. Овны. Карта дня для вас. Овны. Так, ну для Овна тут будет, в принципе, день, я думаю, хороший. Тут какая-то трансформация, какая-то перемена будет, которая позволит вам выйти из затруднительного положения. То есть что-то в вашей жизни, знаете, разрешится. То есть наладится, улучшится. И я думаю, что придет в какой-то определенный порядок. Такое впечатление, да, что все станет с головы на ноги. То есть вот все как-то будет правильно. Не так, как было раньше. То есть раньше были какие-то ошибки. Раньше были какие-то, допустим, может быть, проблемы, к примеру. Да, или что-то не получалось, что-то не решалось, что-то вот как-то долгий период времени тянулось. Но вот этот день, да, он позволит вам как-то поменять вот вашу ситуацию и ваше положение. Да, счастливый случай. Тут какая-то удача будет у вас. Сила ваша в продвижении вперед. То, что у вас прежде всего появится такая возможность. Да, совет. Нужно что-то поменять. Пустить в свою жизнь эти перемены. Кстати, очень важно что-то связанное с вот этими затмениями, с этим коридором затмений, да. Вот, который с 25 марта по 8 апреля. То есть тут что-то вот связано будет с тем, как на вас влияют вот эти космические, скажем так, дела. Тельцы-картерня для вас. Так, ну для тельцов день хороший. Тут работа какая-то, будет совместный труд. Будете что-то мастерить, его убирать, готовить, делать, чертить. То есть тут такая работа кропотливая. Но по сути это то, в чем вы хорошо разбираетесь. Это вот ваше, скажем так, любимое какое-то дело. Притом вы его так мастерски делаете. Вы что-то так мастерски делаете. Что люди, которые, может быть, вот выше вас по статусу, они будут пытаться как-то найти с вами контакт. Они будут пытаться узнать ваши какие-то, ну вот секреты, да. То есть вот какую-то информацию они захотят от вас получить. В чем же заключается ваш секрет? Как у вас получается так хорошо делать что-то? Но вы, понимаете, не будьте простыми в данной ситуации. Сохраняйте что-то в тайне. И занимайтесь своими делами. Вы должны знать себе цену. Да. Не обесценивайте свой труд и свои знания. Сила ваша будет в мужчине. Так, ну что здесь? Здесь дорога. Если вам предложат дорогу, не отказывайтесь. Тут какое-то времяпрепровождение может быть встреча. Но это что-то такое, что принесет вам какие-то плоды, какие-то хорошие результаты. Поэтому не отказывайтесь. Близнецы карта не для вас. Так, ну для близнецов. Вы знаете, тут вы как-то взбодритесь в этот день. Потому что, может быть, вот эти дни было не очень хорошее самочувствие. Может быть, какое-то беспокойство было. Или, знаете, упадок сил. То я вам скажу так, что вот вам станет легче. Вы как будто проснетесь. Да. Взбодритесь. Делайте глоток свежего воздуха. Появятся новые силы. Появятся новые цели. У вас появится интерес к тому, что происходит, да, вот в других каких-то местах, у других людей. И перед вами будет определенный выбор. Вот сила ваша будет заключаться в том, что вы сделаете для себя правильный выбор. Вы сможете выбрать правильное направление, правильный путь. Уделите внимание вашим родным и близким. Далее. Раки. Карта для вас. Ну, для рака в день будет достаточно такой интересный, насыщенный. Тут что-то будет важно касаться вашей семьи, вашей жены, мамы, допустим. Или вот лично вас, к примеру, да. Тут как откроется какая-то тайна. Что-то будет связано с материнством, с детьми, да. То есть что-то будете решать, обсуждать. Может быть, вы узнаете о том, что у вас будет ребенок. Или же вы будете что-то для этого делать, скажем так. Так, что здесь? Отношения. Отношения между родителями и детьми. Знаете, тут как будто откроется какая-то вам тайна. Откроется какая-то информация. И я вам скажу, что не идите на поводу людей, которые будут вас пытаться как-то ввести, наоборот, в обман, в иллюзии какие-то. Вы должны смотреть правде в глаза. Вы должны будете что-то для себя важное распознать, разузнать. Открыть. Да, вы должны открыть какую-то тайну, какой-то секрет. И как обряд очищения, да. То есть от чего-то необходимо очиститься. Вот в этом будет ваша сила. Совет. Не конфликтуйте. Делайте все с любовью. Как-то так. Львовы карта дня для вас. Для львов хороший день, но тут могут быть у вас манипуляции. Какие-то кто-то будет пытаться вами манипулировать, кто-то будет пытаться вас принудить к чему-то. Вынудить, точнее, да. На какие-то действия, на какие-то поступки, на какие-то решения. В вашем окружении есть человек, который знает, как оказывать на вас влияние. И я бы так сказала, что необходимо быть аккуратными и бдительными. Вы слишком сильно доверяете этому человеку. И, скорее всего, что это мужчина. Он очень много о вас знает. И он знает, как на вас воздействовать. Тут могут быть пустые слова, пустые обещания. Знаете, лесть. Лесть, но которая будет говориться вам для того, чтобы вы, знаете, как там, все свои силы, все свои ресурсы направили на достижение тех целей и результатов, которые необходимы этому человеку. Не вам это надо, а ему. Да, вот вам с этой ситуацией, с этим человеком нужно разобраться. В принципе, король, понимаете, второе трудно сказать. Так как расклад общий, это может быть мужчина, но это может быть и женщина. Да, вот с таким мужским характером. Поэтому вы смотрите, как у вас проиграется. Ну, есть некий человек, который будет пытаться вам что-то навязать, как-то воздействовать на вас. Этот человек хочет быть в центре вашего внимания. Будьте благодарны за то, что вы имеете, и будьте проницательны. Девы, девы, карта дня для вас. Так, ну, глядев, выход из каких-то иллюзий, выход из какой-то ситуации, да, может быть, вы решите поменять работу, может быть, вы решите поменять круг ваших там знакомств. Знаете, вы как освободитесь от каких-то иллюзий. Вы сможете трезво оценить ситуацию. И в какой-то степени даже, может быть, вы решите действовать согласно своим каким-то личным мотивам, допустим, не учитывая интересы других людей. И для вас это будет истинно верным. То есть такое впечатление, что вот какой-то союз, вы его, да, он у вас есть, но вы его не рассматриваете в своих интересах. Вы будете действовать, исходя из того, что нужно именно вам. Может быть, вы не про всё будете там рассказывать, да, что-то будете хранить, как втайне. Потому что здесь у нас изображён отшельник. У отшельника всегда есть какая-то тайная информация. То есть вот в то же самое время здесь может быть то, что вы понимаете, что люди, которые рядом с вами, они, может быть, не разделят вот ваших каких-то устремлений, в ваших интересах. То есть вот тут будет как переосмысление для вас какое-то. И касаться это будет ваших отношений. Да, тут вы будете разбираться в том, что у вас в личной жизни происходит. Сила ваша будет в неком мужчине. Совет. Доверьтесь высшим силам и будьте внимательны к знакам. Весы. Карта дня для вас. Весы. Так, для весов будет день очень интенсивный. И смотрите, будете заниматься здоровьем. Тут нужно будет привести себя, скажем так, в порядок. Не забрасывайте что-то. Это может быть связано, допустим, как с физиопроцедурами какими-то. Или там со стоматологией, допустим. В общем, но у каждого своё. Но то, что касается здоровья, за ним следить нужно. Это понятно. Дальше. Тут какой-то будет у вас поворот в жизни. Да, то есть скорее всего, что это будет касаться объединения с кем-то. То есть вы сможете найти единомышленника, партнёра. Какого-то человека, который будет являться вашей опорой. Вам будет на кого-то положиться. И я скажу вам так, что этот человек, с которым вы будете взаимодействовать, обладает очень сильной энергетикой. Это то, что придаст вам уверенности и стабильности. Сила ваша заключается в том, что вы работаете, да, в том, что вы трудитесь в каком-то направлении, трудитесь над чем-то. В то же самое время, сила ваша заключается в том, что вы умеете отсекать от себя всё ненужное. Не дайте погасить ваш огонь, ваше стремление, ваше желание. Наоборот, ищите союзника, ищите человека, который, скажем так, будет с вами сотрудничать. Вот нам. Скорпионы, карта дня для вас. Так, ну для скорпионов день хороший. Смотрите, любовь, семья, благополучие, объединение, исполнение желаний, достаток, счастье, взаимопонимание, радость. Какие-то хорошие события могут быть связаны с вашим домом, с вашей семьёй. Так, ну здесь сила ваша во внутреннем ребёнке. Что-то важное, кстати, будет связано вот с детьми, с родителями. То есть, может быть, это какое-то торжество. Может быть, кто-то придёт к вам в гости. Может быть, вы будете оговаривать как совместное времяпрепровождение. И это то, что будет придавать вам сил. Да. Ну, я вам скажу так, что не накручивайте себя, будьте спокойны. И расслабьтесь. Стрельцы. Карта дня для вас. Стрельцы. Стрельцы будут думать над каким-то предложением. Кто-то что-то вам предлагает. Скорее всего, что это будет связано с какой-то дорогой, поездкой, переездом. Но нет сил, нет возможности. У вас физически даже как-то нет возможности сейчас что-то менять. Такое впечатление, что вы устали. Вы устали. Может быть, здесь материальные какие-то трудности. Может быть, времени на что-то нет. То есть вы думаете о чём-то. Но пока что реализовать вот это задуманное не можете. Так. Интуиция. Прислушайтесь к вашей интуиции. И ваша сила заключается в том, что вы найдёте ключ от решения вот этой задачки. Которая у вас в жизни сейчас. Совет. Получайте удовольствие от жизни. Вот научиться надо, да? Нужно научиться получать удовольствие от жизни. Так. Далее. Козерошки. Карта дня для нас. Козерошки. Для козерошек, в принципе, день хороший. Смотрите. Тут кто-то вас выручит. Кто-то поможет. Посодействует. Тут получение финансов. Получение каких-то заказов. Зарплаты. Премии. Тут кто-то что-то вам даёт. Даёт не на ровном месте, это то, что вы заслужили. То, в чём вы конкретно нуждаетесь. То, что вам необходимо. Другими словами, я бы сказала ещё так. Помимо финансов. Здесь эта карта говорит о потере ресурсов. Да? Когда ресурсов каких-то нет. Но тут кто-то вам эти ресурсы даёт. Может быть, это здоровье, допустим. Да? То есть кто-то поправит здоровье. Это раз. Может быть, не хватает времени на что-то. И вам, допустим, ну вот на проект, да, там, дают там месяц. Вы в этот месяц не вкладываетесь, и вам продлевают этот срок. Понимаете? То есть тут какая-то, даётся какой-то вам ресурс. У каждого это может быть что-то своё. В итоге вы получаете благополучие. То, в чём у вас, то, что вам трудно идёт, трудно даётся. Вот в этом у вас приводит какое-то благополучие. Что-то разрешится. То, на что у вас нет сил, у вас силы появятся. Сила ваша будет заключаться в каких-то письмах, документах, какой-то информации. Так, ну, расслабьтесь. Не накручивайте себя, прислушивайтесь к себе. Водолеи, карта дня для вас. Водолеи. Для водолеев хороший день. Смотрите, здесь вы сможете сохранить какие-то свои границы, интересы, что-то очень ценное. В этом вам будет помогать некий человек, скорее всего, что это какой-то ваш родственник. Тут могут быть какие-то разговоры о том, что как будет дальше, что-то будете планировать. Но вы приложите максимум усилий для того, чтобы сохранить то, что у вас уже есть. То есть, по большому счёту, к переменам вы не особо будете стремиться. Вам главное, чтобы была стабильность и то, на что вы как раз конкретно можете рассчитывать. Так, работа. Какая-то работа у вас будет интересная. Кстати, накапливайте. Если есть возможность что-то накопить вот в этот период, накапливайте. Знания, опыт, деньги. Так, сила ваша будет в общительности, в коммуникации, в связях. Ну и, знаете, как-то будьте уверены в себе. Побольше уверенности. Рыбки. Карта дня для вас. Рыбки. Рыбки. Ну и для рыбок тут могут быть какие-то... Знаете, кто-то будет пытаться вам создать трудности, проблемы. Какие-то манипуляции со стороны кого-то могут быть. Но на самом деле вы сможете этому противостоять. Да. Знаете, у вас есть какая-то защита или какой-то покровитель, который вас защитит от кого-то. Есть кто-то, кто придаст вам силу уверенности. При том, что, знаете, это человек, который будет вам помогать. Он как будто... Или какая-то сила будет действовать у вас за спиной. То есть как будто вас будет подталкивать, но будет придавать вам силу уверенности. Важное что-то со здоровьем может быть связано в этот день. Обратите внимание. И финансы вот в этот день лучше особо как-то не вкладывать. То есть с покупками все-таки будьте аккуратны вот в этот день. И, знаете, если кто-то будет вас на что-то провоцировать, не ведитесь. Будьте очень бдительны, аккуратны. Лучше, если даже что-то вам предлагают, возьмите время на подумать. Не давайте быстрых каких-то ответов. Не принимайте быстрых решений. Защищайте свой дом. Защищайте свои личные границы. Постарайтесь в этот день особо, знаете, как-то не подпускать незваных гостей, допустим. Притом, кем бы эти гости ни были для вас. Вот вам нужно себя защитить и обезопасить по максимуму. Вот как-то так. Такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok